всем привет дорогие друзья с вами айпифокс сегодня мы продолжаем играть с вами в игру под названием сияющая песня сверхновой и короче говоря мы продолжаем и чего съемки сериал продолжили без каких либо изменений сценарий то есть все выглядело именно так как и было задумано некими эротическими дополнениями к оригинальной истории черной оперы как продюсер я понимал всю выгоду данного проекта появление микки на телеэкране в образе героини аниме не смена возбуждает сознание нашей целевой аудитории для и для и для агентства сиане это большой шаг вперед только мига чувствовать себя совершенно бесил после завершения съемка череного эпизода хорошая работа а тут все это я думала мы действительно будем снимать или сериал по манге но это вообще не черная опера на чем только думает режиссер при таком раскладе люди нас уничтожить если такой увиден сервейной цен не должна быть такой почему она совершенно беспомощный постоянно оказываться каких-то глупых ситуациях и вообще не понимаю что происходит что ж порой подобные проекты не получают такого бюджета на который рассчитываю и тогда приходится затянуть пояса и пытаться сделать хоть что-то угодно из того что есть наличие но разве это можно считать чем-то годным ох я не помешал на господин сата нет спасибо за вашу работу шумомо тут и какая-то вяло в последнее время у тебя все в порядке я стараюсь как могу мега просто немного устала в конце концов она еще никогда не участвовал с рукой крупном проекте вот как хорошо тогда не стоит беспокоиться со временем на привыкнет такая уж эта работа вряд ли кто когда-нибудь кто не что-нибудь изменится на наверное что же я понимаю под каким вы мы все сейчас давлением так что давайте постараемся закончить вовремя с тем что имеем да вы уж простите за этот цирк но все мы жертвы обстоятельства за же я не могу ни на что повлиять так устроен весь мир шоу бизнеса сато сунул в рот сигареты на просто дальше по своим делам ладно мига давай собираться съемки на сегодня закончена когда мига переоделась мы отправились обратно в офис почему была сильно рада сыграть найтинг на теперь реальность оказалось так ужасно но это всего лишь твоя первая роль в кино подожди немного скоро мы прославимся а скоро ты прославишься и сможешь получать куда более интересной роли в более крупных проектах нежели ну черная опера конечно же я тоже разочарован тем как все сложилось всех а ведь сама идея была отлично если бы только жаль что у вулантис зажали бюджет для этой картины но тут ничего не поделаешь к сожалению таковы суровые законы 3d мира как бы то ни было работа и дала требует выполнения определенных обязательств перед клиентами пусть это продолжение оказалось хуже чем мы надеялись но нам нужно завершить завершить этот контракт да я понимаю да что ж ты блять делать-то боже мига лежала на футоне и никак не могла уснуть я же думала что достойна своей мечты все сложилось вот так не знаю смогу ли вынести такого унижения черная опера говоришь что мне придется закончить съемки так как у нас контракт ведь нам платят за это значит мы не можем просто так отказаться что же делать мига взяла свое мобильное видео сообщение и давненько тебя не было в офисе заходи давно тебя не выловили как там свои съемки а сообщение атаки может быть и нам не сможет чем что-нибудь подсказать привет на самом деле я как раз хотела тебя спросить это работа отличается от того на что она делась все мы занимаемся все чем мы занимаемся снимаем какие-то двухсмысленная сцена не имеющие отношения к оригинальной стать честно говоря не уверена что участие в этом хорошая идея интересно что она ответить хотя она скорее всего уже спит к удивлению аки ответил почти сразу же чего не уж ты решила сбежать да такие контракты самая важная работа для сверхновой на данный момент но я даже не знаю сейчас мне кажется что черного пера обращаются в пепел моими же руками да какая разница важно лишь то что ты попадешь на большой экран и завоешь популярность у миллионов фанатов по всему миру к тому же все эти двусмысленные сцены наиболее популярный контент на телевидении да кто не захочет посмотреть на обнаженных идол в конце тяжелого трудового дня но как же черного пера как же сильвия найтсинг мика это все ненастоящие выкинь уже из головы свое аниме и посмотреть на мир глазами взрослого человека мы все надеемся на тебя есть ты сейчас дашься то подставишь всю группу я поняла мика отложила телефон в сторону наки не понимает моих чувств само собой чего бы идолу вроде интересоваться судьбы аниме ну а по факту блять ну да аниме типа посмотреть там по угора типа лайфу лайфу хуяйфу там все дела ну блять прям так на нем зацикливаться но это пиздец есть правда реально интересно аниме но где отпускают через день через два блять но это конечно блять уже аниме головного мозга неужели я настолько странно обеспокоюсь о вещах которые не имеют значения почему все так сложно штатный брэда 2017 года утром как я отношусь к ним и чем старше мы становимся тем сильнее нам хочется вернуться в детство когда-то жизнь была проще если мы усердно учились то получая хорошие оценки если хорошо себя вели на за это хвалили будучи наивными детьми мы полагали что обязательно существуем свою мечту и самим теми кем мы хотим быть хотим о чем неважно надеюсь очутиться и найти хорошую работу среди свою любовь и же часть его все уставшуюся жизнь но стоило позже как все резко изменилось наш первая любовь оказалась безответной колледж мы что мы выбрали нам совершенно не подходило и мы бросали его вскоре ни в коем случае либо закончили кое-как это это да это правильно оказавшись из работы были вынуждены браться за все подряд не получая никого удовольствия своей жизни и времени на себя во первых у меня есть время для себя я плюсом выкладываю контент каждый день для вас при этом я работаю 5 на 2 как бы даже зарплата не активно в принципе на данной работе меня все устраивает как бы да вот прошлая работа которая была сразу же после армии это конечно не в кенах и ворота вообще пиздец какой-то другой кто-то другой нашел работу свою мечту вел нашу первую любовь и стал успешным чего не могли не смогли достичь моим вроде бы мы всегда главными героями своей игры как вдруг стали серыми npc без имени истории нам хотелось думать что этот мир достаточно прост подобен тому что мы видим на экране своих мониторов где мы всегда в центре вселенной хотели стать теми кто превозмогая все невзгоды достигает успеха там где другие потерпели поражением если даже нам не удастся исполнить свою мечту в реальной жизни мы хотя бы могли попытать счастье в виртуальном мире это все это лишь переное на глазах реальность данный идет способ все испортить о май гад микель издержал сразу оказавшись пойманной ловушки щупальцами и как это на все же ты способна найтинг будь ты проклят light wind не уже ли ты думал что сможешь одолеть алого клинка но теперь когда ты угодил умную ловушку мне даже сражаться с тобой не придется я никогда щупальца завращались переворачиваю миг в воздухе и засвечиваю на камеру ее трусики ах стоп стоп хошимода все в порядке это было похоже на настоящий крик да простить давайте переснимем и ладно сцена 49 дубль 2 мотор неужели ты думала что сможешь одолеть алого клинка но теперь когда ты угодила мою ловушку мне даже сражаться с тобой не придется я никогда теперь зови меня своим господином грязная ведьма мои силы поршень не не в этот раз найтинг чупальца все сильнее сжимались в круг тела микки еще ни одна женщина не смогла воспротивиться моей силе и ты не больше исключением это слишком такого не должно быть на глазах миг появились слезы я я вдруг резкий крик преждевременно прервал съемку черт я так не могу господин сата что стоп нести подобный бред заниматься какой-то фигней что это за сериал такой просили нас господин сата кайлу перестань в этом вовсе не да дерьмо это какое-то к сбежал съемочной площадке его менеджер устроился за ним до гонку перерыв помогите хорошим от освободиться до их щупали таким образом съемка за стопорилась лишь поговорить с микки пока остальной персонал уговаривал кайла вернуться на площадку да уж это может стать проблемой кто бы мог подумать что кал так быстро сломаться их полагаю этого не стоило ожидать парнем всего 17 лет может он и хорошо известен но это не от меня того факта что он еще школьник телевидение это не просто быть актером значит бояраться за любую работу чтобы сводить концы с концами по правде сказать это еще не самая плохая работа из возможно на это так но я понимаю что он чувство к сожалению тоже сложно сказать об этой работе что-то хорошее я думаю тут все все считают так же но это и значит быть но это и значит быть профессионалом почему режиссер не требует сценаристов переделать этот сериал или он бы мог снять его по-своему что получить гораздо лучше разве нет к сожалению все так просто от него мало что зависит учитывая как идут дела я удивляюсь что он до сих пор и держится за этот проект все очень плохо что мы тут дело модуль что же я понимаю в любом случае нужно закончить начатое ты сможешь и немного потерпеть это перворольное телевидение само по себе здорово что начинающий идол стал главной героиней телесериала тебе стоит обратить внимание лишь на этот факт и пусть все прочее не не обращаю твой взгляд она ребят на этом я думаю может закончить всем спасибо что посмотрели эту серию с вами был я и пифокс и вам понравилось подписано канал ставьте лайки комментарии все их читаю на них я отвечаю она это место и прощаюсь всем до новых встреч всем пока